О чем эта книга? Если отвечать кратко, это книга о нас. О нас немногих оставшихся, переживших Вторую мировую войну, когда люди погибали не только на фронтах, но когда пульномерно пустили целые районы, улицы, где веками жили и трудились многие поколения. О нас, родившихся после войны, чье детство пришлось на 60-е и 70-е годы прошлого столетия. И о нас, переживших катаклизмы второй половины 20-го века, когда не прекращались локальные войны, когда уходили в прошлое и последние империи, рушилось, создаваемое веками, вырастали в соседних странах ненависти друг к другу целые поколения. Мы начинаем книгу. Из дневника «Лиды» 15 октября 1973 года. Из последней записи в дневнике. На экране телевизора лица солдат. Плохо к излечению. У всех автоматы, у всех каски. Лица под касками хмурые, мрачные, злые. На экране злость израильская, неотличимая от злости сирийской. Я не могу отделаться от жуткой мысли, что это мой внук целится в мужа моей внучки, потому что тот выстрелит, вот-вот выстрелит в него самого. Из Австралии. Все это кажется адом. Оттуда Австралия, наверное, кажется райом. Если бы кто-то в детстве наворожил мне, что я буду встречать Новый год в 30-ти градусную жару, я сочла бы это сказкой. Если бы кто-то предсказал, что все окружающие меня люди будут праздновать Рождество Христово на две недели раньше меня, а моя собственная семья вообще не будет праздновать, я бы решил, что это бред. Если бы кто-то напророчил, что мои дети будут жить по разные стороны планеты, я бы назвала это жестокой выдумкой. Сбылось все. И выдумка, и сказка, и бред. Одно утешение. Мой сын и моя дочь могут писать друг другу. И пишут они по-русски. И письма эти, вопреки цензорам, границам и морям, доходят до адресата. Пусть с опозданием. Пусть через месяцы, но доходят. Мои внуки такой возможности лишены. Хотя они гораздо ближе друг от друга, чем их родители. Часа два-три поездом между Сиднеем и Камбером. Только поезда там не ходят. Между моими внуками колючая проволока. Мины ненависть. И ни один из них не празднует Рождество нашего Спасителя. Хотя живут они на земле, по которой ходил он. И писем они друг другу не пишут. Вместо этого мои внуки пишут мне. Отделенные от них 15 тысячами километров. Мне в другое полушарие. Благодаря мне у каждого из них на столе Семейные фотографии друг друга. А может быть на стене. А может в альбоме. В ящике спрятанное. Чтобы случайно, отвечая на невинный вопрос знакомый, Не проговориться, что это фотографии. Драгов. Боже великий. Боже праведный. Когда я покидала Киев, Той октябрьской ночью, В 1921 году я думала, Что мир уже дошел до последней стадии безумия, После которой возможен только откат назад К какому-то подобию нормальности. Как неправа я была. Мой внук может ездить по всему миру, Но он не может съездить к своей единственной сестре, Потому что ее новая родина хочет уничтожить его новую родину. И он не сможет навестить свою настоящую родину, Потому что та осветлена собственным величием, Помогает согражданам его сестры, В их устремлениях уничтожить брата страны. Страна, где я родилась, Жаждет о гибели моего внука. Я молюсь, я каюсь, Каюсь и молюсь, Сколько людей, Дорогих и близких мне существ, Должны были расплатиться, И до сих пор продолжают расплачиваться За импульсивный поступок молодой, Экстратированной женщины, Свершенных более полувета назад. Я каюсь, я молюсь. Городом русских, Где встретились и полюбили друг друга Лидия и Петр. Но и это Киев. Киев времен знаменитого брусиловского корыла. Какой была свадьба Лидии и Петра? Такой, такой или такой. В 1921 году семья Фоминых распадается. И мать главного героя уезжает, Оставив маленького сына. Она живет в Будапеште. Из писем своих родителей узнает о жизни мальчика И поддерживает их материально. Но... Алеша, мальчик мой, сын Ольга, Придет время, обязательно придет, Не может не прийти, Когда мы встретимся. И проведем долгие-долгие часы в беседах, И ты поймешь, Обязательно поймешь свою мать, Поймешь и не осудишь. Я каюсь ежечасно, ежесекундно, И эта моя кара будет со мной всегда. Если бы мы только знали, Как мне не хватает, нет, Не Киева вообще, А нашей родной улицы, Запах айольских лип, Пароходов на Днепре, Сирени в мае, Яблони, Которую мы посадили после поездки Как он выглядел довоенный Киев? А как выглядел маленький Алеша? Может быть так? Или так? Со старой фотографии на нас смотрит Отец маленьким мальчиком. Фомины? Может быть Фомины. А может быть Петренки? Или Ростовцевы? А вот много раз упомянутая в книге Улица Щековицкая, Где жил Алеша с отцом. Какая жизнь была у мальчика Алеши? Такая же, как у всех детей Киева. И первые друзья, И первый учитель, И первая любовь, И вторая, И решение непременно стать врачом, И споры с отцом, И с дедом. И начало войны. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, В 4 часа утра, Без объявления войны, Германские войска напали на нашу страну, Атаковали наши границы во многих местах И подвергли бомбардировки города Шестомер, Киев, Севастополь, Аунат и другие. Граждане и гражданки Советского Союза! И ждет война нагромная, Священная война! То, что это война, Война настоящая, Огненная, Убийственная, Алексей понял не сразу. Он вскочил после первого же разрыва, Не совсем еще соображая, Что происходит. К окну подошел, Опираясь на палку отец. Алеша, Я знаю, о чем ты думаешь. Враг бомбит нашу землю и все такое. Пусть бомбит. Да-да, сынок, пусть бомбит. Помни, искупление проходит через страдания, очищение через жертвы. Германия, я уверен, что Германия это кара Господня, она же Терзь Божий. С ее помощью мы очистимся от скверны. Если это действительно война, то она не наша. Я слышу тебя, папа, ровным голосом ответил Алексей. Я давал присягу, даже две. Одну как врач, другую как офицер. Если я правильно тебя понял, то ты хочешь, чтобы я нарушил присягу. Продолжение следует...